Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим еще один вариант манника. У меня их несколько уже рецептов на канале, и они вам очень нравятся, поэтому добавляю еще один. Если кому-то манка в рационе не нравится, то напоминаю, нутрициологами она не запрещена КПП, поэтому этот рецепт для тех, кто использует ее в своих рационах. Итак, заливаем манку ряженкой. И все нужно хорошо перемешать, чтобы не осталось никаких комочков, чтобы получить однородную, такую идеально гладкую массу. И отставляем минут на 10, чтобы манка набухла. А пока можно заняться тестом. Для теста нам понадобится 3 яйца. 3 яйца среднего размера. Чашу для смешивания теста берите достаточно объемную, потому что у меня большой очень манник получился. Потому что у меня его любит вся семья, и я делаю сразу большую порцию. Далее добавляем к яйцам эритрит. Это объемный сахзам. Можете использовать тот сахзам, который вам нравится. Главное, чтобы он был эквивалентен примерно 80 граммам сахара. То есть, если вы используете обычный прибьюсвит или фитпарат, то используйте примерно 8 мерных ложек. Взбили все до вот такой пышной светлой массы. Добавляем растопленное сливочное масло. Но смотрите, чтобы оно было не слишком горячим после микроволновки, потому что могут яйца свернуться. Все промешиваем снова до однородности. И добавляем муку. У меня это была смесь рисовой муки и дурума. Я люблю смешивать разные виды пп-муки. Вы можете использовать ту, которая вам нравится. Далее добавляем разрыхлитель. И все снова хорошо перемешиваем до однородности. Теперь добавляем набухшую манку. Видите, какое уже стало густое вот это вот тесто. Добавляем все к общему объему. И снова перемешиваем до однородности. Тесто получается очень нежное, воздушное. Духовку можно уже поставить, прогреваться до 180 градусов. И добавляем изюм. У меня был очень мягкий и нежный изюм. Если у вас изюм сильно сухой, то сначала залейте его кипятком минут на 5. Потом слейте воду, обсушите бумажным полотенцем. И тогда уже отправляйте в тесто. Все перемешиваем до однородности. Как всегда, выстилаю форму пергаментом, для того, чтобы не смазывать ее маслом и не получать лишние жиры в блюда. Все обязательно хорошо разравниваем. И отправляем выпекаться примерно 45-50 минут. Но обязательно проверяйте на сухую зубочистку, потому что духовки у всех разные. Вот такой красавец получается. Посмотрите, какой большой, аппетитный, высокий. Сверху присыпаю сухим обезжиренным молоком вместе с ахзамом. И давайте посмотрим разрез. Разрез получается очень красивый. Сам кекс получается очень нежный, пористый. При этом он влажный. То есть он не требует никакой пропитки. Очень вкусно и полезно. Готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. До свидания.